удавишь чуть-чуть да смотри удавливаем вот таким действием вот таким как комбайн попалю идет и все разминает хорошо вот остатки утонут последними либо будут сняты туда то есть еще чуть-чуть добавить и упаковать желательно когда ты будешь упаковывать чтоб появлялась вот это вот этот излишек тогда ты в надежном количестве еще раз добавить еще чуть давай так коричневый голубой коричневый голубой вот они вот они макательно-моделирователь на смугло достаточно смугло эти же темности здесь немножко вот такими слоистыми укладками вот такими создающими идею ухода по как плоскость пальцев до тень свет тень свет тень свет вот эту идею ухода вот такое вот такое хорошо создать потом возьмешь кисточку и этим же пока никаких цветовых изысков потом будем деликатенько лежачей кистью силуэтики да насадишь лежачей кистью вот так макая моделируя но это не финишная укладка потом ты это чуть-чуть сбреешь для того чтобы положить идею света в небе для этого будешь брать сначала в пользу кармия красного потом в пользу желтого кармия и прямо пронзишь пронзишь и раздавишь сначала в пользу кармия красного потом в пользу желтого кармия но особенно когда у тебя белила будут чистыми на палитре и желтый кармию может быть даже мы не будем сильно придавливать сохраним вот это рыхлый характер который будет светиться согласен и розовенький ага вот эти мотивчики тоже деликатненько уложишь уложишь подраздавить хорошо давай и уже потом сверху будем на наращивать то есть ты пока их только обозначить сбреешь краску а потом уже сбираешь вот даже какие-то маленькие кучеряшки произошли нет не здесь должно быть акцентное пятно а именно здесь акцентное пятно должно произойти в единственном месте композиции вот а теперь с чистой совестью заслоняем этих ребят можно плюс красноту к этому замесу коричневый голубой плюс немножко краснота и начинаем заслонять уже финишной укладочкой желательно чтобы был различим силуэт ее то есть чтобы он внятно заслонил внятно заслонил чтобы краска не не сильно перемешивалась чтобы одно другого заслонила мощно чтобы появилась вот это заслоненность хорошо то же самое вот здесь то же самое в этих местах но здесь уже краснота не так выражена будет немножко ярусами все это происходит эти ярусы чуть-чуть обозначить например вот темный внутри то есть есть шапка деревьев и щель между землей и шапкой деревьев чернит и мы эту черноту чуть-чуть навязываем кисточка может не самую сейчас возьмем наверное вот такую а у тебя есть там то есть на все пока потому что это как-то с закруглением а вот это вот он вот она вот плотненько ярусно это деревья а вот это вот часть ее может быть нарочито травяно показать тоже с какими-то освещенностями я многим этот фокус показывал интересный фокус показывал очень часто в крымских горах вот гора ну вот эти скалы крымские и кавказские тоже очень часто бывает такое растут деревца как зонтики на краях видны встречал такое на картинках может и вот у них эти ноги почти не видны зато видны зонтичный характер и вот они как будто бегут по краю вот здесь они должны побежать по краю не заляпать все они должны вот они-то побежали смотри по вот этому бугорочку они побежали также какие эти побежали вот это их бег вот этот здесь должен быть показан сбрить голубизну снова туда вложить и чтобы они вот так побежали как зонтики они как отяжеленные и будет красиво не как мутата а как вертикаль хорошо такая внятная вертикальчик даже если ты этого там не встречаешь так будет выгоднее и тогда уже сверху на это вот эти береговые навалы грязи какой-то полосной они заслоняют и создается горизонталь плоскости тогда будет все естественно и разумно хорошо здесь обязательно полутон травы полутон то есть трава которая чуть дальше полутончик травы и и заслоняет передняя трава которая смугла то есть как бы 2 рядочка если это будет 2 рядочка пространство еще усилится понял да то есть не под самый край темнота а темнота заслонила полутон появилась уход значит здесь побежали но это за треш туман здесь всюду имеет вот такое звучание ритмичное навеянное движением воздуха ты согласен посмотри все здесь имеет вот это звучание то есть движение воздуха и тогда это будет туман они не пойми что а вот же ты в разные стороны даже и кистью можно это делать вот допустим но обязательно вот это настроение вот это вот движение зигзагик вот в этом направлении он стелется он не стоит он стелется если он не стелется то надо показать что он стелется но если ты смотришь на картинку а он не стелется значит делаешь чтоб он стелился но становится туман то есть ритм вот этот задаешь для тебя не стало актуально вот этот мыс немножко как бы клюет носом а должно чтобы змейка было вот непонятно что это змейка а когда змейка это красиво поэтому создать береговую змейкой задача вот смотри вот змейка смотри вот он пошел туда а так он клевал клевал некрасиво пошел туда красиво мысичек змейка согласен я ступенечки как бы создаю ступенечки или темными или светлыми но ступенчатый характер правда Вот это косое звучание. Косое звучание. К сожалению, ты темный посъедал сильно. Так, и можно пустой кистью, чтобы фактура не сильно кричала. Вот они постелились. Беготни не стало. Нет. Значит, идея беготни в том, что есть бугор. Богор. И есть зонтики над ним. Причем одни отдельно. Вот смотри, одинокий зонтик. Стайка зонтиков. Это девочки привели. А потом рисовали. Ты понимаешь, в чем идея? Что они побежали по этому. Кто-то повыше, кто-то пониже, но побежали. С этой дырочкой. С этой форточкой. Понимаешь? Давай, можешь дорисовать это деликатенько. Не пускаю. Я уже... ... ... Продолжение следует...